Своё первое стихотворение Людмила Рублевская публиковала в 80-х годах прошлого столетия. С того дебюта прошло почти 30 лет, и сегодня наша героиня – одна из самых известных белорусских писательниц. Её беру принадлежит порядка трёх десятков знаменитых исторических романов, а также сборников стихов. Примечательный тот факт, что большинство произведений на белорусском языке. Людмила Ивановна объясняет эту особенность влиянием поэзии Короткевича Богдановича, которая буквально перевернула её мир. Я зарабила свой выбор, я заразумела, что наибольше полно, безумовно можно раскрыться именно у своей культуры, во универсум, треба исти уже с нечем своим, отметным. И для меня этот выбор был по-утаруси абсолютно натуральный, и уже в литературном институте я пошла писать свои творы только на белорусской мове. «Я человек книги», – говорит про себя Людмила Рублевская. И это факт бесспорный еще и потому, что героиня творческой встречи – автор очень разноплановый. Поэзия, проза, драматургия, детская литература, эссе. Нет такого жанра, в котором бы я себя не попробовала, смеется Людмила Ивановна. Кроме того, что наша героиня – писатель и прозаик, она еще и литературный обозреватель газеты «Беларусь сегодня», а также обладательница многих литературных премий, среди которых «Золотой апостров» и имени Франтишка Богушевича. Именно с этого – пути в литературу, творчестве и бытие, журналистской работе и, конечно, источник вдохновения – начала творческую встречу знаменитая писательница. Я никогда не пишу, скажем, на замову, мастацкий твор, цераз некую силу деля конъюнктуры. Это павинно выспеть во мне, мне павинно болеть, мне павинно возникнуть великое ожидание выказаться на эту тему. А подшторгнуть можно что угодно, скажем, документы, которые я прочитала, выпадковая встреча, некая местина, которую я наведала. Творческая встреча с Людмилой Рублевской открыла масштабный библиотечный цикл под названием «За сторонками до помощника альбо живая классика», главная цель которого – познакомить брещан, а в первую очередь подрастающее поколение, с современными белорусскими авторами. Мы решили показать, что белорусские писатели живы, молоды, очень активны, пишут интересно и замечательно. И поэтому в этом году, когда Брест получил такое почетное звание «Брест – культурная столица Беларуси» 2015 года, нам хотелось бы привлечь в Брест как можно большее число таких известных, знаменитых, интересных писателей, о которых мы могли бы рассказать жителям нашего города. В рамках этого проекта инициаторы планируют пригласить в первую очередь тех авторов, чьи произведения вошли в школьную программу, среди которых Олесь Бадак, Валерий Копеев и многие другие. Но это будет чуть позже, а пока посетители творческого мероприятия насладились искренней и непрежденной беседой с Людмилой Рублевской, а также с ее особенной поэзией. Поэт севые лошадь камняни, читая им обугленные верши, и не тому, что слухачо уня мася род живых, а лежа им дарма казать пробои, для их ты только грешни. Виктория Дрогобецкая, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания Бук-ТВ.